Незаконная свалка грунта строительного мусора на территории между поселком Бица и деревней Вырубова уже многие годы отравляет жизнь посельчан. Плюс ко всему, здесь же ведется избыточная производственная деятельность. Предпринимаемые меры не дают должного результата. Что же делать жителям, которые больше терпеть не в состоянии? Раньше на этом месте были липовые посадки. Можно было смотреть на пруд, любоваться природными красотами. С тех пор многое изменилось. В настоящем этот участок – свалка грунта строительного мусора, который засыпан камнями. Здесь же на территории реализуется избыточная производственная деятельность, связанная с переработкой металлолома и сопряжённая с обжиганием проводов. Нарушения здесь следующие. Это административные, то есть захвачены порядка двух гектаров земли. До 2009 года эти земли были в аренде, аренда прекращена. Тем не менее, производственная деятельность здесь реализуется. Какая? Это ремонт автотехники, связанная с выбросом автомасел, практически водозабор реки Бица. Жители посёлка Бица и деревни Вырубова крайне возмущены сложившейся ситуацией. Беспредел по всем, и по экологии, и по нарушению регистрации. И вот я туда заходила, мы заходили с Винокуровым, госоднодзор, там залито всё бензином, там обжигается металл, там такое безобразие, всё это сливается в пруд, завозят мусор, мусор в пруд, пруд наш цветёт, вода там уже давно непригодна для жизни. Производимая на участке деятельность не только отравляет окружающую среду, но и нарушает спокойствие жителей ближайших населённых пунктов. Гремят целую ночь, ну они начинают где-то часов, наверное, с 7 утра и заканчивают часов 12. Это у них, ну грузят они металл, этот гром идёт по всем деревням, обжигают провода, провода у нас деревня, она внизу, и весь вот этот дым, он идёт как раз вниз. Люди, которые страдают астмой, вообще-то даже скорые вызывают ночью. Десять лет жизни нету, вот, и когда смотришь на это, просто руки опускаются, ну придёт, наверное, время такое, что соберётся народ с колами. Закроем мы в конце концов эту дорогу, закроем мы все эти предприятия, пока не будет резко реагировать полиция. Помимо всего, посельчане обеспокоены вопросом безопасности на прилегающем к свалке участке дороги. Очень давно ещё, когда только пытались забор ставить, мы подписывали бумагу, что здесь нельзя ставить так забор близко к дороге, потому что не видно проезжей части из-за поворота и выезд под острым углом. Там выехать либо по обочине надо ехать, по кювету, либо машина цепляет встречку, когда выезжает. Поэтому очень важно видеть, едет кто-то под горку отсюда или нет. Уже на противоположной стороне от свалки дорожную обочину тоже стали захламлять мусором и превращать в стоянку для транспорта. Что же будет дальше? Неоднократные попытки администрации поселения выяснить, кто же осуществляет незаконную деятельность, не увенчались успехом. Вот эта часть, она, это самозахват. Никто не знает, кто здесь что делает. Мы неоднократно пытались поговорить с этими людьми, с арендаторами, с рабочими. Даже полиция приезжала. Они, как правило, все прячутся, как муравьи по норам, и их никого нет. Соседняя территория находится в собственности ООО «Автосила». Часть земли они арендуют. Здесь, рядом с газораспределительным шкафом, в нарушении всех правил, расположены вагончики. Во время нашей съемки подъехал арендатор этого участка. Интервью давать отказался, но пообещал ликвидировать их в течение трех дней. Различные службы – Госадомтехнадзор, газовая, полиция – отзываются на просьбы жителей о помощи. Приезжают, выписывают штрафы, приостанавливают незаконную деятельность. Однако помощь – это лишь временное. Результата, как такового, нет. Последней инстанцией, куда обращались посельчане, стала прокуратура. Но ответ еще не поступил. Кому же еще стоит обращаться за помощью, чтобы остановить этот беспредел навсегда? Наш телеканал будет следить за ходом событий. Мы ждем ответа вместе с жителями. Продолжение темы смотрите в следующих выпусках.